Привет, друзья, подписчики мои! Казалось бы, что сказать ещё про первый сезон? Всё давно уже сказано и всеми показано. Но нет! Китайские производители выкатили нам вот это. И это у нас волчки из первого сезона от компании G5. Но перед тем, как я вам их покажу, я хочу вас позвать на турнир 9 ноября в торговом центре Нора. Вот так выглядит группа. Ссылочка на турнир в описании. Здесь огромный пост о том, что вас ждёт. Я закупаю очень много всего интересного. Признам ещё конкурс на репосты на Ахиллесов. Поэтому, бро, прямо сейчас чекай по ссылочке в описании. Годная группа турнира в Москве. И с тобой в Москве. Увидимся, посражаемся, пофоткаемся. Итак, оригинального перевыпуска от Токара Томи я думаю, мы не увидим. Но китайцы не отпускают тему первого сезона. И в новых коробочках нам представляют что-то, я надеюсь, новое и хорошее. По крайней мере, чтобы детали надеюсь, совпадать будут. А или не будут. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Давай начнём с моего любимчика. Это Шторм Спрайза. Ну, из этих выбирайте из чуваков. Когда-то, хотя когда-то давно, Вайлд Вайверен прекрасный волчок. Шторм Спрайза на любителя. Галакси Зевс, Ксена Скалибур и Шторм Спрайза. Кстати, ещё Лос Лунера не хватает. Они входили в великолепную четвёрку. Но всё изменилось. Теперь они уже про них. Даже я уверен, что многие против волчки даже и не знают. Они смотрят гачи. Да, они играют в гачи. Коробка классная. Стилизирована под четвёртый сезон под гачи. Это, кстати, плохо. Она падает. Но смотрится довольно клёво. То есть здесь Бэй увеличит. Как бы мне кажется, что он увеличен в соотношении именно с гачи. То есть он, конечно же, меньше гачи, но здесь нарисован как будто гачи. Вот. Я думаю, вы поняли мою мастерство, что в оригинале он должен быть поменьше. Вот. А здесь они прямо так расширили его как для гачи. Не знаю. Выглядит прикольно. G5. По-моему, мне что-то было от компании G5. Может, даже уже показывал. Но раз я не помню, значит, не было. Вот. Я бы, наверное, запомнил. Так. Ну, что у нас тут есть? Собственно, ничего сверхнового, кроме того, что драйвер от Феникса. Чё? Чё? Сейчас разберёмся. Ха-ха-ха. Прикол. Это вообще прикол. Обычно я вам расскажу. UD. Ну, вы знаете эту всю историю, что UD. То есть кладут к своим волчкам драйвера из первого сезона. Здесь же волчки из первого сезона, а драйвер из третьего. И это прикольно. Ручка. Вы знаете, отличная ручка. Качественная пластмасса. Вот, да, видно по костанности. Но мне кажется, она должна годно работать и получше, чем у СБ. Хотя, возможно, нет. Но ручка сама по себе очень нормально сделана. И вот у нас тут есть шторм с прайзом. А ну, сюда иди. Драйвер от Феникса. От Дэдушки. Ну, от Кирбелуса. Это же надо. И я ещё такой драйвер у Балкиша, сколько я помню. Слушай, ну это офигенно. Так, вот такое вот кольцо от Хелл Саламандры. Ну и вот такой простенький шторм с прайзом, но с новыми деталями. Это необычно. В принципе, наверное... Кстати, слушай. Наклейки... Вообще огонь. Наклейки вообще супер. Может, я их даже наклею. Наклейки прямо мне очень нравятся. Может, даже прямо сейчас. А, они как-то... Подожди, они... Они как-то... Вытаскиваются... И... Чего? Как оторвать-то? Блин, мне так неудобно. Не это... А, во. Во. Блин, нельзя было так сразу сделать. Что-то какая-то лишняя деталь непонятна. Это, я так полагаю, вот сюда. Но, по идее, в оригинале должна быть дырочка. Чтобы было видно вот эту вот штуковинку. Здесь такой дырочки нет. Но с наклейками, я думаю, будет смотреться получше. А может, мне в натуре наклейки... Ладно, пофиг наклейки. Короче, давайте соберем с прайзена. Время тратить на китайские наклейки. Выглядит прикольно. Выглядит неплохо. Я думаю, с наклейкой будет смотреться вообще огонь. Давай открывать дальше. Откроем, пожалуй-ка, мы... Вайлд Вайвернушку. Может, там будет драйвер от Геркулеса или от Фарнеуса. По деталям ручка такая же. Все то же самое. Да ладно! Да ладно! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Драйвер от Геркулеса! Вы серьезно? G5 или... Как это? G5. Это что? На туре? А-а-а! Но, кстати... Обалдеть, чуваки. Это же победа, если честно. А-а-а! Слушай, потрясающие наклейки. Очень качественные. Даже у Сан-Сити были наклейки худшего качества. Вайлд Вайверн стандартно. Ничего необычного. Шурупы обычные. Но диск от... Чё? Зет Ахиллеса. Даже не от обычного. Зет Адат Хэддис, да? А вот прям супер от 0-0. И драйвер. Конечно, он паршивенький. Но это драйвер, блин, Геркулеса. Обалдеть. Я сказал первым Геркулеса, да? Что же будет в Зитроне и в Ксеноскалибур? Я даже страшно боюсь представить. Надеюсь, там тоже будут крутые драйверы. То есть, даже если вам, в принципе-то, вот эти вот не нужны верхушки, можно приобрести только ради драйверов. И это прям прикольно. Это забавно. Нет, наверное, у Ксеноскалибур будет, скорее всего, от Валькирии. От Валькирии, которая... Которая Чозет, мне кажется. Ну, не знаю. Посмотрим сейчас. Давай увидим. Чё у нас у Зитрона? Ха! А вот у Зитрона... Как это работает? Я только... Я хотел... А, там ещё в Ультра-Эк, кстати, есть. Поэтому... Ну, у меня нету, я просто не взял. Потом мимо прошёл, потом забыл вернуться. Вот. Здесь почему-то белая у него ручка. Белая верхушка. И здесь у нас идёт... Что-то другое. Здесь у нас вот такой Зитрон. По крайней мере, эти штучки работают. Диск у него от Саламандры 12. И вот такой паршивый драйвер от Сержа Скалибра. Но где же драйвер от кого-то ещё, кого я ждал? Наклеечка, кстати, прикольная. У него напомялись, конечно. Это прям косяк. Прикольно. Хорошо. Давай посмотрим здесь. Я думаю, тут должно быть что-нибудь прикольное. По крайней мере, я надеюсь очень сильно на это. Будет прям хорошо мне. Но... Да. Это хотя бы Феникс. Хотя бы это Дедушка Феникс. Забавно. Необычно. То есть, вы поняли, да? Шторм Спрайзена, Вайлд Вайврена и, наверное, на Экскалибру купить ещё можно для коллекции. Потому что, кстати, они прикольные. Они внешне симпатичные. Если ломаться не будут, то почему бы их и не играть в них? Так. Наклейки у них неплохие. Вот такой Сеноскалибр. Сеноскалибр. У всех диски это Саламандры. И вот такой драйвер от Феникса. Но он какой-то слушай. А он поломанный. Он не это. Здесь он вращается. А здесь он как будто сильно вылез, что ли. Не понимаю. Но, короче, он вращается. Здесь сильно делает. Просто как здесь вот он так не делает. Странно, странно. Ну, ладно. В принципе, забавно. Собираем. Вот так он выглядит. Всё. Я думаю, можно рубануть. Хотя не очень хочется. Но попробуем. Это что-то с чем-то. Забавно. Удивили. Реально удивили. Бэйблэйд. Маленькие, лёгкие, классические волчки. Самые лучшие, я считаю. Первый сезон. Второй. Ах, прям сказка. Проигрывает Скалибр. За итрону. Давай дальше. Против Шторм Спрайзена. Странно. Здесь какая-то штука. Бум. Сражаются волчки в центре ринга. А теперь у нас ничья. Давайте ещё раз волчки перезапустим. Бэйблэйду. Бёрст. И малышок Скалибра. Взрывает Скалибр. Ну, понятно. Всё вообще разлетелось. Скалибр взорвал сначала одного. Потом второго. И в конце подумал, что мы же друзья. И он решил сам ещё и самоуничтожиться. Удобно, что у них у всех диски. Вот. Саламандры. Это удобно. Прикольно. Так. У этого был крутящийся. А у за итрона был вот такой. Не. Вот такой был у за итрона. Во. Получается только, что у Вайлд Вайврана, да, был другой диск от... Вот такой диск. Прикольно. Прикольно. А здесь 12. Слушай, ну, любопытно. Я просто что-то туплю. Мне показалось, был другой диск. Нет? Был, по-моему, диск от... Другого волчка. А у всех 12-й получается. Странно. Мне показалось, там был от Ахиллеса или Геркулеса. Ладно. Вайлд Вайвран сегодня играл. Давайте дадим ему шанс на наконечники Геркулеса. Будет его награться со Штормспрайзом. Забавные волчки. Классные драйвера. Если бы они ещё не взорвались, было бы вообще сказка. Ну, а так, конечно, слабовато. Ну, в общем, в целом, мне понравились. В принципе, волчки прикольные. Я вот ещё раз говорю. Если вам нужны такие драйвера и детали от Саламандра, от Хэлл Саламандра. Надо ещё Ультрайка, думаю, найти и тоже протестировать его. Или я уже их тестировал, не помню. Может, тестировал. Проигрывает Вайлд Вайвран на наконечнике от Геркулеса. То есть, волчки в целом забавны. На самом деле, прикольный Вайвранд. Это вот Штормспрайзом. Крутые. Мне нравятся. И ничего плохого я в них не вижу. Качество у них, кстати, ничего там сильно парень не летает. Я поиграл несколько раз. Наверное, конечно, сломаются. По-любому сломаются. Но выглядит достойно и не так уж и плохо. Вот. На этом всё и всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. С вами был лучший идущий я. Всем пока. Спасибо большое, что пришли. До свидания. До новых встреч. Скоро-скоро увидимся, друзья мои. Не переключайся. Пока-пока. Они говорят тебе до свидания. Чао-чао.